15. Вот такие вот у нас расклады. Первый мейджор, игры очень жесткие, групповая стадия также очень жесткая. Команда, которая выигрывает этой встречи, проходит вперед по верхней серии. Она будет еще жестче. Да, она будет еще жестче, да. Если команда здесь выиграет, она будет и правда очень-очень-очень жесткой. Так, ну что, CDC первую карту выиграли достаточно-таки в плотном таком противостоянии. Были, конечно, у Yoho моменты, где они огрызались жестко, но в целом CDC контролировали практически всю игру, на всех стадиях, все было хорошо. И без каких-то там жестких шероховатостей практически далась им эта победа. Она не была супербыстрой, но была достаточно уверенной, так можно сказать. Давай, что тут у нас по пикабанам, рассказывай. Да, и похоже на то, что CDC их вообще не обламывает. Шадоуфинды и прочие герои, они их отдают спокойно, и у них есть свой четкий план. То есть мы видим пара Трумферспик, которая с Шадоуфиндами довольно-таки хорошо ладит на любой стадии игры, и вслед за этим снова Гирокоптер. Вот, хотел бы сказать про эту команду, то есть вот что-что, но каждый раз, когда CDC получала захватывать инициативу и начинать сражаться со своим противником, они были неотразимы. То есть они почти все свои матчи до логического конца завершали. И в очередной раз мы видим то, что у них пока рассказ будет посильнее. То есть это Биза, Швайпер, Гирокоптер, довольно-таки тяжелые герои 5 на 5, которые единственное, что хорошо делают, это сражаются. А вот у Юхома немножечко другая ситуация, мы видим, что пока какие-то инновации пошли, страта плюсы и минус арморов, это Шадоуфинд с Венжи Фолл Спирит, и, ну, слишком обнаглели. Нужно их за такое наказывать и 2-0 оформлять. Быстро. Наказывать и оформлять 2-0. Ну да, по нюкам, то есть, посмотри, у Юхомов, у Венга, нюков не особо, у Даззла плюс тоже нюков не особо. Клокверк, ну, мы знаем, что он хорошо врывается и бьет, но вот учитывая то, что в игре есть визаж, это не то. Потому что всеми любимая комбинация Хукшот, Блэйдмейл и Коги, она контрится птичками, которые от этого Блэйдмейла дамага вообще не получает. Сейчас они еще так Слардера берут себе, не в баню, нет, Керри Слардер на Изи Лейн. Слардер, Венга, Даззл, Клоквер Харду, Сэф Мид и погнали. Я буду с Рошаном, как Тим Секрет. Ну, прикинь, какой жесткий минус арморов. Ооо, нет, пушить, все, давайте СДС забираем, не знаю, любого героя, который собирает Мекку и просто идем пушить противника. А вот, да, на самом деле достаточно интересная стратегия уехом получается, точнее, достаточно непонятная, так будет правильней. А зачем, почему Спектра? Есть куча минус армора, Спектре от этого ни горячо, ни холодно, она, конечно, физ ДПС, но в основном она дамажит поначалу возвращением урона своим, потом она дамажит пассивкой и дизелэйтом, потом она дамажит радиансом, дизелэйтом, ну и с руки тоже, но, блин, как бы минус армор для Спектры, что есть, что нет. Смысл-то, да, вот это вот всего. Ладненько, хорошо, будем смотреть. Но, с другой стороны, есть Даззл, это плюс армор, который усиляет ее. Да, она будет очень много дэмэджа возвращать с пассивочки, если кто не в курсе. Это, конечно, не антимаг, но ты всегда можешь кинуть ножик под грейв и постараться убежать от врага там на спринтах. И Дарксир, вот он, вот он, герой, который собирает мекку, CDC готовый идти и заканчивать по-быстрому. Я за них топлю в этой игре. Ну, похоже на то, похоже на то, что ты говоришь, что это Дарксир, во-первых, он будет очень противен Спектре, мне тяжело. Да, нужно наказывать Терпилу. Вообще, Спектре будет очень противный, если CDC треплой завалится в хард. А если это не Терпильная Спектра, а если это Спектра через Блэдмейл и Мекку, вот это вот, понимаешь? Да, 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 по-любому именно так они сыграют. Что ты меня троллишь-то? Сразу. Нормально ты что? Ну, короче, что мы имеем? Ну, они, видимо, выли, что эта игра начинается с нулевой минуты, то есть, возможно, думают, что где-то начнут с роковой, им сразу выдадут по пять слотов, и мы пойдем 25 на 5. А CDC все-таки помнят, что дотка эта игра идет с самого начала, то есть тот, кто захватывает инициативу, имеет возможности снести все ТВРА. И у них есть для этого все шансы, чтобы быстро убивать врага. Ну что, смотрим, смотрим, получится ли кого-то где-то тут убивать, кто кого будет больше убивать, кто кого меньше. Счет 1-0 в пользу CDC, для победы этой встречи им нужно выиграть одну карту, ну а ребятам из E-Home нужно выиграть две, при этом не проигрывая вовсе больше. Ну и смотрим, кто на ком играет, значит, на Клокверке будет играть у нас L1, Ланэмпо играет Дазлом Сетевая Спектра, Кака будет играть Вингой и Old Chicken Shadowfin. И команда CDC, Q забирает саппорт визажа, Икзе у нас хардовый Даркфир, Гардер будет бегать на Спрейкере Шики, на миде опускать эсэфа своим вайперам и агрессив, как всегда, на своем сигнатурном гирокоптере. Да, гирокоптеры, если дают, ну агрессив вполне полный, да, да, доволен, сразу начинает оправдывать свой никнейм, так, но пока что вроде никаких действий агрессивных, все свободно стоят, руны вроде достанутся одним и другим, Даркфир, если он попытается забрать руну, то может встрять, ему придется, может быть, с оружием прокачать. Ой, ну я думаю, что вряд ли он будет это пытаться делать, хотя в прошлый раз, в прошлый раз, Никс Асасин наглый подошел, забрал, что будет Даркфир сейчас не поборзеть. Даркфир нужна помощь от Баратрумчика, чтобы можно было хотя бы второй лавал на линии забрать, потому что, если так приглянуться, да, то что мы имеем? Дазл имеет замедление, спектра имеет замедление и один стан венги, который длится полторы секунды, то есть в любой непонятной ситуации, в любой непонятной ситуации нажимаешь на себя сурш и убегаешь. Вижен у нас у Радиан тут такой вот, ребята, с Ихоум, ну а CDC поставили один вардец сюда, другой вардец вот сюда, ну вот как-то так. Но решили сделать немножко по-другому, в очередной раз они поставили на мид Даблу, в данном случае это уже Shadowfin's Vengeful Spirit, и пока получается нормально, Shadowfin так потихонечку душа для себя набирает. Очень важно, чтобы против Вайпера он как раз Замагада набрал. Да, Дарксира сразу на лане начинают гонять, ему свободного жития здесь, конечно же, не дадут. Вейперино будет, при любых раскладах он здесь будет доминировать, как ни крути, при этом ещё всегда будет нагнетённая обстановка для Алчикина, потому что может прийти Гардер, а Даззл против Вайпера не факт, что спасёт, потому что там есть Грейв, но периодичный урон у Даззла у Вайпера имеется, что такое. Ладно, я мог, кстати, по щам тут нормальненько напихунькали. Вот начинает хорошо Дарксир использовать возможность получить Эксперенс, то есть мы видим то, что Винга находится далеко, и благодаря этому Дарксир спокойно выходит и берёт уже второй уровень, а может быть скоро будет третий. Нужно с этим что-то делать, потому что... Винга вниз приходит. Да, то есть нужно с этим что-то делать, потому что если Дарксир будет продолжать также Эксперенс наяривает, то он Дарксир будет попросту убивать. Тратит как Астанчик, видимо, просто решил. Так, тем временем поймали Лавана, Лавана больно, юзает Коги, не юзает Коги. Он попытался, я даже видел, что была анимация каста, но он отменил, потому что Коги бы зажали гиры, вообще, так что есть фраг, есть фраг, который достается визажеку. Так, он чекен сваливает сразу же. Вапер на единичку он все свои способности изучил. Гартер дабл дэмэджом. Как только увидит он Шадоуфин, да, я думаю, сразу нападет. Особенно если у него есть Орпуфен. Орпуфен у него есть, он идет на топ. Так, надо Коги, надо Коги. Заткнул его, закинул его туда. Чуть не сбросил с обрыва. В доте это работало. Сбросил с обрыва. Убил. Нормально. Пока у нас Братром бегал наверх, мы видим то, что Шадоуфинг миди посмелел. Продолжает он активно размениваться свайпером. Но как-то видимо хотят свингой забайтить. Свинга здесь стоит в целом, ну не просто чтобы на плеч вейпера, а так чтобы была легкая страховочка, за счет которой можно выходы Братром обламывать. И продолжает делать стаки для эсэса. Тут уже пошел третий. Может и для Дарксира. Тут уж пойдет. Вполне вероятно, что и Дарксир это дело все заформит. И одному и другому было бы неплохо. Но Дарксир возвращается к себе на линию. Плевать он хотел. Он должен до конца, до последнего мешать спектре оформить. Мне конечно 12 крипов 13. То что по фарму не отстает он от гирокоптера. Самую малость, но это все ерунда. Догонит еще. Тут сетевая все очень-очень четко делает. Несмотря на то, что его так вот прессингует этот ДС с аншелами. Это очень мерзотная штука. Сейчас у нас дотка достаточно пассивенько. Сейчас нужно включить мужчину для экзе. Это кладешь один щиток на крипа, потом кладешь второй щиток на себя и спокойно в двух щитках забегаешь. Центр этим временем забирают на Шадоуфиндан. Наконец-то. Наконец-то Гарта выбрал удачный тайминг. И Шадоуфиндан быстро запрос. Это тяжелое детство, потому что буквально двумя щитками он уже полстолба у спела есть. Визаж проходит спину. Здесь идет разгон на Элевен. Элевен имеет телепорт, но как же его заюзать-то под таким прессингом? Ничего не удастся сделать. Сула Саншен имеется. Даже не юзает клуб специально Сула Саншен, чтобы фраг агрессивный гиролёт получает свои денежки. В целом пока может попасть в номинацию пирожок дня. Потому что что-то что на нюксе у него не пошла игра. И как ты его уж там слишком частенько забирают. А то, что сейчас мы едем, гирокоптер вообще с радостью его забирает. И при этом имеет почти топовый крипстат. Ускоряется Экзи, но здесь Винга его встречает. Есть станчик, но у Винги всего-навсего первый левел. Пятая минута. Кстати, что ж он тогда там делал-то всю игру? Где ж он там тогда настакал-то? Ну вот, стакерки. Которые походу зафармили, да? Ну вот, хотя бы икс пулечку что-либо ставил, получил. Ну не знаю, бегать первого левела это дело. Такое. Вот такой вот full support. В прошлый раз он играл на Doombringer и имел даже какие-то шмоточки. А вот сейчас бегает просто такой вот вингой, который единственное, что делает, это стакает. Очередной разгон. Ставятся коги. Выпинывают из собственных ког, в итоге спасает немного левела. Но проражет дня явно его номинация. Ну уже, наверное, номинант тактики фида. То есть занимает почетное первое место, потому что пока он так уверенно набивает стрик на гирокоптере, чтобы потом его сбить. За мной. Если уж набиваешь стрик, то вначале, когда голды дают мало. Это твои уровни. Да, кстати, есть в этом небольшая логика. Ну потому что по-другому уже не объяснить. Даже другого объяснения нет, да. Потому что тяжело ему сверху ходить. Да, это понятно. Но с другой стороны, нет никаких предпосылок, чтобы ты выходил. Ты же клокверк. Ну дайте коги на крипов. Подтяни к себе линию. Зачем влазить? Ракетку там закинь, на рунку сходи, помоги шадуфинду отжать. Ракеткой проверь кого-нибудь. Может быть кто-то там стоит засадить. То есть есть много способов, как тебе выжить. Но пока мы видим, что он выбирает самый простой. И просто пойду тонкану, линия пропустится, и я все по таврам получу. Работает, круто. Ну вообще, да, по сути, три раза умер. По факту, если так уж прям глобально смотреть, ты сказал, да, о том, что стрики лучше набивать, пока за тебя мало золота дают. По факту так оно и есть. Ты от первого уровня. Твой противник набивает стрики, а ты за каждую смерть получаешь кучу икспы, потому что линия спушивается. И вроде как в этом-то и правда есть логика. Да. Но пока Гирыч, конечно, может и не отдать свой стриг. Есть еще такая вот вероятность. Так, разварживает у нас Ланэм. Также мы смотрим тут сетевая на полном фреформе. У него все хорошо, спокойно ластхитит и живет себе. Севчик под инвизом пошел в топ. L7. Снова попался. Ну нет, в этот раз гирокоптер улетел. Вашел гирокоптер решил улететь. Китайский гирокоптер. Седьмой уровень. Бараж 6. Да, 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 да. Точно. Все правильно, все правильно. Сетевая встрял. Есть разгон. Есть сетевая сетевая. Может быть, прокоспита пытается улететь, но нет. Ему даже не дали раздуплиться. Тем временем на топе. Тем временем на топе Q. Ну давай! Первый, второй, третий. Ну же ж... Да ты ж его убьешь даже без третьего. Ну он убивал, да. Он просто такой хиний, что ультануть хотел. Рейс, стычка, рейс, все. Ультаровать-то и нечем, у него нет. То есть он что-то как-то слишком долго думал, еще много времени потерял. Как-то поувереннее надо быть за эсэфа. Ты же эсэф. Кайлами с жесткими по 320 урона. Чего ты вообще боишься? Порвал, в общем, дребезги. Это самое главное. А вот геракотор рвет Vengeable Spirit. За один барыч ее убивает. Налетает у тебя вот такая вот хрень. Ижишь ты себе, никого не трогаешь. Сетевая все сложнее и сложнее. Тучи сгущаются явно. Прям... Когда же, когда же, когда же ему тиммейты помогут, непонятно. Типичная игра на спектре, знаешь, ты наберешь всю игру. И если ты еще проиграешь, то вообще, конечно, права полных. Галаван улетает. Отличный мов. Двадцать этих сгущих получил, улетел на базу. Но в этот раз хотя бы не вперед ногами. Это уже неплохо. Надо на NetWords переключиться. Самый богатый у нас герой на карте это геракоптер. Далее идет эсэфчик, вайпер. И вот замыкает все это дело спектра по кор персонажам. Ну, по сути, 3000 спектры, не сказать, что прям уж совсем все плохо. Но, понятное дело, что это мало. Ну, совсем все хорошо у Доксира, который догоняет у нее. И у него тоже почти 3000. Так что пока мы видим, что суммарно графики в пользу CDC. 4000 ведут на девятой минуте. Серьезно. И серьезно. И серьезно. В коробку в коробку. Врываются на у Чикина. У Чикин тут немножко загулял. Потому что видели его уже буквально минуту. Дает ультимейт спектра. Непонятно на кого, на кого. А теперь понятно на лайпера в миде, у которого есть один из стиков. Нужно их жать. ЖИТ! Ну вот и спектра работает. Бочья рабочая спектра. Так вот, о чем мы там говорили, да, вот по поводу левела. Винга 2, Клокверк еле-еле пятый. Это очень плохо этим персонажам. Но драться они вообще не могут. Да. Им только нечем. По нечем драться. И CDC прекрасно пользуются. Видят то, что единственный, наверное, герой, который умеет кидать нюки издалека, чтобы убивать в лекозах. Да, да. Единственный герой, который может вот реально защищать свои ТВРа, это либо Клокверк с ракеткой, но кидает он может ее из другого конца карты, либо Шадоффент, который не хочет приходить до эффект ТВРа. Шадоффент хочет в парню, правильно? Он говорит, я к такому маму не готовил. Что за фигня? Он пошел, по сути, загангл сделал фраг, но дальше уже, да. У нас только мощные оппоненты, что не плевать хотели на этого эсэфа, ему желательно хотя бы миказм-то фармить перед тем, как подобные мувы совершать. Спектрка, посмотрим, какие атомы себе будет покупать. У Дарксира такими темпами уже мека должна нарисоваться. Да, почти есть. Осталось буквально чуть-чуть. О, Спектра отошла. Продолжает ее активно харасить. При этом еще во вражеском лесу поставили варты. Дарксир сейчас находится в такой позиции, что мало того, что он фармит линию снизу и фактически догоняет спектру по нетворцу, так он еще параллельно забирает вражеские леса. Так что с суппортом взять себе экспириенсы вообще негде. То есть они даже в леса не могут уйти. Ну вот только пока Ланэм имеет шестой левел. У него нормально все. Ну вот винга совсем печально. И на самом деле непонятно, нужна ли вообще такая винга. В чем смысл такого героя? Не, ну ауру замаксить на четверочку и умирать. Видишь, тебе баф-то давать? Ну это да. Но только пока ауры вообще нет. Когда у тебя нет левела, проблема ауру замаксить. Ну реально третий левел. Ну где-то по-любому рано или поздно он пропрется или вот сейчас на клапе немножко постоит. А где ты и нет? Знаешь, были такие игры, где шестой уровень. Шестой уровень ты в принципе не получаешь. Бывают такие склады. Ну тут пока все слишком шоколадно складывается для CDC. Все лайны выиграны. В топе, безусловно, Клокерка чересчур много убивали в миде СФ-чика Гангале. И похоже на то, что решили нажать очередной смок. То есть вот CDC это потрясающая команда. Она не изменяет своим стандартам. То есть даже несмотря на то, что вы жестко лидируете. У вас там уже 5000 голды преимущества. Они все равно идут вот на свою карточку. На ней же нажимают смок. И после этого идут пушить очередной тир 1 Тауэр. То есть снизу забрали, сверху забрали. Остался тавар на миде. И самое время рассказать. Да, и вот стоит вроде себе спокойный СФ. Вроде как и пытается что-то ласт хитить. Смотри какая точка крутая. Снизу Олд Севн ждет вот здесь вот СМГ. Да, идет разгон. Есть виф от Дазла. Небольшая, так скажем, плюс арморина. Элевен живет. Коги поставил. Чикен раскастовывает ультимейт. Дэмад же немного полетела по агрессиву. Еще и под резисели дамаг. Привет. Олд Чикен пока живет. Есть рейс по двоим. Очень хороший. Ближний рейс не в кого кастовать. Там фамильярчики надамаживают на урон. У них уже подзакончился. Соло Сапшн залетает. Неприятно. Пока убили только одного Клокверка и никого не потеряли. CDC параллельно они ломают Тауэр. Вот так вот, оттеснив своего оппонента очень далеко. Сделались легким испугом Яхомы. И самое главное сейчас не ходить дальше. Не ходить. Потому что CDC в принципе кулдаунов то особо и нет. Мы видим то что у гирокоптера ульта почти есть. Вайпер тоже потихонечку набирает. А тут СФ без ульта. И его ульта это в принципе с мекой два решающих фактора, которые позволяют хоть как-то выиграть замес. Уже очень тревожный звоночек. Потому что прям под твоим Тауэром месили тебя полчаса. Да, убили только одного. И то потому что там Клоквер поставил очень хорошие Коги. Если бы не эти хорошие Коги, умер бы не только Клоквер. Ну и в итоге Яхомы отошли. Яхомы нужно отходить. Да, то есть в свой лес можно в принципе не заходить. То есть можно вот там наверх пойти спектру поохранять. Можно и вовсе. 1800 у спектра. Неужели он на радианс копится? ТВ-рай попушит. И чувствует. 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 Чувствует-то. Заходит в очередной раз в Маке. Находит у Севена. Да, у Севена. Так, опять Геракоп развесовывает. Хорошо подстанили по Дельяру. Улавные машины побиты. Грейв попесил. Но тут Пикат. Неплохо заходит. СССР. СССР побиты. Убили Клокверка. СССР тоже забирает. Взрывается СССР. Забирает с собой Геракоптер вместе с Дарксиром. Три в два пока размен. Сула Самшан на Вингу. И слушай, вполне неплохо по сути-то для Яхомы. Учитывая... Тавер, тавер, тавер помог так сейчас неплохо. Ну как-то да, далековато совсем зашли. Причем они только что дрались CDC. Только что из таверны вылезли оппоненты... Точнее, Хоумы. И зачем было прям сразу идти драться-то? Но получилось все очень хорошо. То есть в данной ситуации Клокверк принялся вообще весь урон. Ты 1300 получил Клоквер. Его еще... Клоквер. Да, да. То есть он получил из себя весь проказ. После этого он еще успел полностью раскастоваться. Поставить Коги. И еще в 5 секунд подпитывать. И после этого Shadowfin, Spectroid тут нарезали хорошо. Да. Подворачивайся CDC. Вроде как не готовы лезть. То есть нужно чуть-чуть подфармить, чтобы было жить. Четыре минуты рановато еще, конечно. Рошанчика можно было бы забрать. То есть много чего для этого есть. То есть есть Визаж, который очень хорошо Рошана пробивает. Имеется гирокоптер, который может взять там Балка. И МДПС усилится. Также имеются барабаны на Вайперы. И в целом-то ДПС просто миллион. Просто иди и забирай. Ну а Яхома пока не получит радиансный спектре, то я вообще не вижу каких-то предпосылок его выбить. Это нереально. Ну честно говоря, я вообще не ожидал, что Сива именно в Сакрад сейчас вот так вот ударится сходу. Я думал, может быть там хотя бы какие-то еще переходные шмоточки. Фейса Фил это реально очень мало. Ира вот так вот ходу делать себе радианс. Но это рисковый, рисковый очень ход. Замет интересный. Крип против спектре. В общем, Крип жесткий. Может хорасить. Тварьев? Ну давай, давай, давай. А он добивает? Ааа, какой он. Фармил, да? Да, да. И убить его не удается, что проблема. И думал, сейчас придет, спектре просто даст 6 шоквейвов, и она офигеет, просто на базу убежит. Ну, кстати говоря, у нее нет никаких там регенов, да? Да, да, да. То есть можно реально только нахорасить. Он разводит, разводит. Ааа. Ну как Крипов он потеряет? Да, он потеряет Крипов. Он потеряет фарм. Он потеряет фарм. Он здесь, да, немножко потерял. В любом случае он Сатира больше поднял, чем потерял. По-любому. Ааа, снизу CDC нагнетает обстановку. Вайпер Тауэр под фокусом небольшим. По-прежнему верят в свои силы, и все-таки хотят дожать противника, даже несмотря на то, что ну очень с большим трудом им даются Тауэра. То есть мы видим, Вайпер Тауэр ковыряет. Ковыряет довольно-таки медленно, и нужна какая-то помощь, там, визаж, птички какие-нибудь, гера, коптер, чтоб побил. В целом нужно навалиться всей семьей. И совуха. Ооо, вот это очень жесткий крип. В виде совуха это Торнадо, и нужно бежать. Это нереальный КПД такой стадии. Почти как Культ Син Кинга. Только чуть меньше урона вон, вон, со вещь убегает. Убегает, 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 убегает. Убегает, убегает. Оп. Да, уже тысячи хп. Так бодренько. Руки. Его и дамажит очень неплохо, и, ну, подхил конечно есть, но еще и замедляет. В случае нападения очень тяжело будет Толчики, но отсюда ретироваться. Ну и пока Торнадо зонит всю команду и хоум. падает этого того ну товар пытался хотела бы пытаться начинать в итоге он очень-очень плотненько подстрял айгера кофер накиды кулдаун шикарнейши здесь сразу же врывается гард не лет план ему дать грей фукшотом себя подцелил все погибает еще если полигардер успел дать грех да успел дать грех но в любом случае сфа убили без вариантов ставятся очередные защитные коди которые в общей сложности у такого типа space ну такое 4000 немножко прохладный space с одной стороны конечно здорово вы развели противников на нюкки и они заработали всего лишь там полторы тысячи голды но с другой стороны товар уже упал то есть когда у тебя полтора не даже смысла пробовать и уданять без товара тебя здесь просто раз пополамит моментальные лучше всего но оттягивать драки а шалу финт вошел довольно таки резво без бкб мы видим лишь и мы видим что без бкб будут вообще ничего делать он падает как пушинка даже несмотря на грейф смотрим на графике что у нас по итогу 7 с половиной тысяч золота где-то под 4000 экспы лидирует сидиси довольно плотненько но спектра фармит все-таки свой радианс уже есть намек что есть чем выигрывать игру до камбек из real причем такую хорошую линию выбрал сетевая он полностью игнорирует вообще все что происходит снизу в драки он не въезжает понимаю что они заранее проигрыш на если ты плетишь да тут и просто умрешь моментально и заставляет врагов есть душа не буду вага это идти наверх мы видим то что сидись и наверх эти не хотят они прекрасно понимают что нужно готовиться к драки нарушание и в итоге сетевая так бодренько дара набирают выбирает свое электро очень даже неплохо набирает до радианса буквально осталось 600 голды примерно поменьше даже и можно идти устраивать кучу кучу грязи для того же вайпера который казалось бы да там вроде весь такой жирненький весь такой труднопробиваемый но там пир дэмэдж и радианса и от пассив очки пир дэмэдж и радианс мистер полторы тысячи хп желтого гриза тревоги а там страшно все может быть так а ну-ка что там застрялся посмотрим по вижу на что там имеется есть один вардец и второй вардец такие стандартные варды грубо говоря на лайнах и все вот на речке и чтоб когда противник куда-то переходит все это дело было видно здесь и показывает то что похоже не собираются они вообще никуда и смотрим спроса смоган какой-то вот по какому вижу но идут увидели клокерка сразу же напали на него элементарно даже не видел вакууме скрипеть нейтрала добили нет меня не добили фукшот и пытался уйти на нейтралов но ничего не вышло я уже думал его вообще убили прав камеру он там еще прыгался совуха по-прежнему в строю надо полетела зоне еще такой торнадо накричал от венга крипов на себя переагривает откидываться подобными скилами это конечно смешно не задавишь но есть радианс без клокверка они здесь пока просто смотрят это как погибает их там можно было бы спектре уйти на другую линию она сможет все равно прийти с ханта и нет смысла да то есть вот еще довольно агрессивно играет shadowfin сидеть и понимают что без бкб на гирокоптере лучше не рисковать и можно аккуратненько отойти и другие лайны пофармить почти ко всему готовы уже 20 минута радианс есть это жить вполне вполне себе неплохо на твор спектры пока 8000 но это дело все поправимое можно и подняться причем даже сф несмотря на то что там жертвует собой постоянно у него там уже 4 смерти он имеет очень даже хороший над ворс 8 300 ситуация это из-под контроля жестко не выходит уехал стратегически они вроде все делают неплохо ну а как ты ходил но не считая вот этих вот видов по товарам когда я имею ввиду минут в макро то есть до микро там какие-то моменты есть которые влияют на игру непосредственно то что можно было просто отдать tower и не фидите не макро я бы спектру не знаю спектру с удовольствием кого-то с лордара заменил ластиком которого вообще большая часть маньяши га я же как бы потому что тоже прогнозировал с лордара и грунусы 3 у них часто с пиком сладор заезжает у них винга минус арморит сладар минус арморит ср минус арморит а там просто два удара причем даже конь дазлась эти два удара сделает под такими на сармором это сразу так они берут спектру то есть ультра неожиданно потому что спектра это пир демочина никак не комбинируется с минус армором и непонятно зачем она тут нужна по идее пока она оформливается ну там чуть игрок который не забрал но как я так понимаю может быть их он что-то знает против сидеть и то что как-то не торопится они вообще никуда то есть не забудет будет и какие-то тем секрет я уверен они бы уже раза три зашли на рошан и попробовали его забрать причем они забирают идут любой ситуации забирать рошана крех могут тех убить когда не знаю там они не могут убить рошана мы там видели как пускар погибал там вообще много чего интересного было и сейчас все мы на пределе так бкб на вайпере бкб на гирокоптере блэдмейл на этом на корове у зайца есть гуардин грейс увижу же мы имеем медальку все закончен ребят теперь пожалуйста смертись пятером и пройдите вы пройдите в эту территорию старый фиолетовый заяц с бородой да да пожалуйста ребят ну это что глупо сидеть дальше то есть дальше вы будете вот смотреть на спектру которая довольно таки хорошо фармится своего радианса и кто его знает она может и дальше вас разводить то побежали по вардам варды естественно все палит может быть хотят добить просто 2 tower не пишешь листаки запускать нам забрали тут с таким ну дпс конечно у гирокоптер еще пока оставляет желать лучшего но в принципе для 20 минут а это ему не нормально они напоминают таких ребят таких отличников которые пока мы не сделаем минус мы никуда не пойдем то есть врага враг если врагов 5 то 5 равно 5 и всегда всегда возможно где-то убить вот они похожи на этих ребят и но сейчас и будет так тяжко они подходят начинают забирать товар шагу это просто создает иллюзию того что будет тэп до сна за своих пахлой термором вайпер забирает our fuckshot на шейки но дальше он продолжать хочет и рокоптер врывает очень нагло сэм под bkb пытается убежать инга и вот свапает сf потоки прожав боковой чисто а просто расстается убегает будете спектра что-то не с пик тренчей наделать это сейчас попросила пролетит они просто все умрут и это будет легчайшая 20 сидишь это вообще за взрыв от подверг а он пошел кто шел хотел сделать уже сильнее не дружок ты не знаю ты ты боялся врага последние 10 минут это 10 минут рак стал только сильнее он мне уже 12 голды преимущества и врываться вот так вот по врага это просто слуцит слава богу что у него адекватный шадуфин который не пошел я понимаю да не винга умничка винга уже расклёбывал последствия то есть в очередной раз и хомы пробуют создавать с тем что они начинают слегка кормить врага хоть немножечко но у того же сетевая прибавляется полторы тысячи голды уже да но на графиках конечно теперь уже цифры совсем не шутейный если до этого там 67 тысяч было преимущество это теперь уже почти 14 а по золоту 7 с половиной по экспе с половиной по золоту как раз таки 14 но это уже совсем не смешно и спектра имея один радианс в своем активе игры не перри игру не перевернет такие спектры не переворачивает и слишком тяжело но посмотрим вылезли из своей берлоги и хоум и пол чекен бакаба через секунду все пока бы есть мека есть прожимает бакаба начинают драться 1 2 рейс гирокоптер раскисовывает кулдаун гиганоментально отпадает в таверну гирокоптер пытается взять эсефа спектрка прилетела в драку вот и спектрка которая прилетела и сразу же убежать ну я вижу побитых трех героев то есть вайпер вообще фуловые у него там 1600 хп гирокоптер на фолстолбах еще могу сказать сейчас бы взять спектру тату финда минус арморы все что хорошо работает на 40 минуте и пойти драться против гирокоптера это идеальная острота просто их обы удивляет удивляют нереально да то есть противоречат сами себе очень сильно да еще бы взяли русу phantom lancer и давай давай там на этих на патчиках барабанщиках рваться ну блин это видел как мало хп остался визажал dark serial spirit breaker и гирокоптер